Тихий дон, война и мир — это уже даже не просто произведение, это целые мемы. Мы даже иногда шутим о том, что ребятам для того, чтобы попасть в абсолютно любую тему, образ, например, задание на сопоставление, нужно прочитать «Войну и мир» или «Тихий дон». И желательно это сделать примерно до завтра. Но стоит отметить, что объем в полторы тысячи страниц и в «Тихом доне», и в «Войне и мире» — это не единственный такой огромный мастодонт-кодификатор ЕГЭ по литературе. Например, в «Обломове» более 600 страниц. Для кого-то большим покажется «Один день» у Анна Денисовича. Что ж, давайте сегодня поговорим о том, как читать большие произведения. И, наверное, вы уже заметили, да, мой крипи образ. Для кого-то это целая трагедия, для кого-то огромный страх. И, надеюсь, сегодня я смогу этот страх вместе с вами побороть. Меня зовут Василиса Бродская. Если вы видите меня не в первый раз, то, пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал. А то что вы без подписки смотрите? Мы уже как родные, уже виделись. Не забывайте переходить по ссылкам в описании. Там вас ждут актуальные курсы для подготовки к ЕГЭ по литературе в нашей замечательной онлайн-школе. Там мы тоже читаем большие произведения, читаем с большим наслаждением и ничего не боимся. Если тоже не хотите бояться, заглядывайте к нам. Я бы хотела поделиться с вами некоторыми принципами, некоторыми советами, которые использую я сама в своей читательской жизни. Сразу скажу, что я не робот, и я не помню досконально, кто кем кому там является. Иногда я забываю имена героев. Очень часто забываю, ну, просто выветривается из памяти, например, какие-то эпизоды важные, в которых герой там появляется и что-то там делает. Словом, я не идеальна, как и любой другой читатель, и поэтому эти советы, которые я сформулировала, они основаны на моем опыте постижения сложных текстов. Это было не только при подготовке к ЕГЭ по литературе, и не только в процессе подготовки к ЕГЭ по литературе вас, моих учеников, но и в процессе подготовки к экзаменам, в университете, в магистратуре и так далее. Так что от сердца отрываю, даю вам свои советы. Первое — это трекер. Почему трекер вдруг внезапно здесь возникает? Представьте себе, да, Василиса Бродская такая сидит в магистратуре и прописывает себе сегодня, я прочитаю три страницы из нового романа Сорокина, а завтра четыре. Дело не в этом. Не столько идет речь про, например, прочитанные главы или про страницы, например, читаю там сто страниц в день, вот сегодня прочитала, завтра прочитала, поставила галочки. Не столько о таких трекерах речь идет, сколько о трекере, ну, скажем так, по главам. Например, вы выписываете главы, которые есть в произведении, и кратко, можете устно, но лучше, конечно, письменно, описываете, что в них произошло, что сделал герой, как он там, например, был одет, ну, или просто портрет героя, можете написать там, глава 4, страница 78, портрет героя, вот как-то так, вот что я понимаю под понятием трекер. Следующий пункт — это краткое содержание по главам. Это замечательный способ познакомиться с текстом, если вы, ну, вот вообще ничего не понимаете. Ну, например, перед вами там появляются герои, вдруг внезапно с копом пятеро неизвестных вам персонажей, а персонажи, они начинают разговаривать друг с другом, и что происходит, никто не может понять. Поэтому, возможно, знакомство с кратким содержанием поможет вам хотя бы формально представить, что происходит в произведении, и какие там есть герои, кем они, кому там являются и прочее, прочее. Это облегчит понимание и позволит вам сосредоточиться на том, как автор описывает героя, какие важные акценты там, например, в раскрытии какой-то темы оставляет. Вот такой вот совет. Следующий — это система образов. Система образов очень сложная иногда бывает выстроить, и, в принципе, проблема эта идёт за содержанием, да. Когда мы не понимаем, о чём текст, мы ещё не понимаем, кто там что делает. Особенно, например, это в драматических произведениях прям ярко видно. Помимо кратких содержаний вы можете рисовать схемы. Даже, ну вот буквально, там, не знаю, открываете форзац первый и прописываете там, да, например, «Тихий дон» читаете, «Аксинья», то-то-то-то, «Степан» ставите стрелочку, «Муж», там, да, «Любовный интерес», «Григорий Мелехов» и так далее. Словом, когда герои появляются на книжных этих страницах, вы можете составлять уже свою систему персонажей. Конечно, в больших произведениях это будет, не знаю, лист Ватмана, наверное, но в любом случае даже в интернете вы можете просто написать там «Система образов», там, не знаю, например, что у нас там большое, «Обломов» Гончарова, и увидеть как раз вот эти вот блок-схемы, благо их давно уже за нас кто-то сделал, спасибо им большое. Можете переписать их, можете распечатать, но самое важное, что они были всегда у вас перед глазами. Кстати, приведу недавно пример. Читаю сейчас китайскую современную литературу, и герой, ну, там, пытается как-то отомстить за смерть своего деда, и я вдруг вспоминаю, что я ничего не помню, а это было 400 страниц назад, ничего не помню ни о его матери, ни об отце. Из-за того, что я не делала заметок и просто, знаете, в свое удовольствие читала, мне пришлось очень долго делать вид, что ничего не происходит, пока в произведении вновь не напомнили о том, что с этим героем произошло, что его мама умерла, а папа бросил семью. Ну вот, словом, я думаю, этот пример из жизни многим, кому из вас, в общем, знаком, когда вдруг что-то забываешь, поэтому вот эти как раз принципы, да, кто кому кем является, какие жизненные события произошли в бытие героя, важные эпизоды, в каких главах происходит, может быть, какой-то там, не знаю, слом персонажа, или где автор выражает ярко свою позицию. Очень здорово будет, если вы будете такие моменты отмечать, что, собственно говоря, делаю я. Следующее тоже огромное спасение, мне кажется, для поколения, для нового поколения, которое не смотрит на книгу, не носится с ней, как с писанной торпой, а имеет возможность и желание на своей личной книге, например, на страницах что-то подписать. Вот для нашего поколения, или не для нашего, но, в общем, для тех, кто умеет так обращаться с книгой, очень часто, в общем, такое обращение с книгой очень часто позволяет избежать разных неприятностей, также помнить героев и легко ориентироваться в тексте. А бумажная книга как раз она этому способствует. По электронной книге можно там по поиску слов, например, что-то найти, а вот в бумажной ориентироваться помогают закладки, стикеры. Необязательно писать на страницах. Вы можете приклеить стикер там, ну вот большой, на край странички и написать туда там ваши мысли или важные замечания, или может быть фрагмент из анализа текста, который позволяет лучше понять вот фрагмент, который вам достался, который вы сейчас точнее читали и так далее. Вот я тоже пользуюсь таким способом. Сразу скажу, что я его использую не только для чтения больших произведений, но и для анализа рассказов, потому что рассказы имеют свойство очень быстро забываться, если только это не классические рассказы. И вот для того, чтобы мне было, скажем так, что вспомнить, понять, что меня интересовало, или сделать свой вывод о качестве книги, я вклеиваю как раз странички с кратким содержанием рассказа, которые сама пишу, сразу скажу. Не читаю где-то на сторонних ресурсах, это вам поможет. Ну а с большими текстами работать будет намного легче, если у вас будут опорные какие-то точки, к которым вы можете вернуться, их осознать. Например, вы забыли, что делал герой в определенный период времени, отлистали там, не знаю, 20 страниц назад и перешли к своей заметке. Это намного легче, чем вот так вот перелистывать 500 страниц назад и пытаться понять, где же тот самый момент, на какой левой или правой страничке, четвертая или десятая строка, сверху или снизу, произошло такое-то событие. Знаете, вот что важно. Выберите для себя, разработайте свой собственный стиль, выделение каких-то фрагментов, комментариев и так далее. Вы можете найти вдохновение абсолютно на любом сайте, там, не знаю, даже просто в гугле написать, условно говоря, выделение для страниц или, например, читательский дневник. Но самое важное, вам нужно адаптировать все эти варианты и форматы под себя. Расскажу свой пример. Для того, чтобы читать тексты, у меня была ручка с несколькими грифелями. И, соответственно, эти грифели у меня делились по количеству цветов, они делились еще по количеству, скажем так, по количеству разрядов. У меня было подчеркивание одной чертой курсивом и, соответственно, четыре цвета. Соответственно, восемь обозначений, плюс еще какие-то дополнительные на полях. Как вы понимаете, это к хорошему не привело. И очень быстро я отказалась от этой системы, потому что я не то что забывала там, да, свою систему выделения каких-то цитат. Я, в принципе, просто устала столько много сил тратить на довольно бесполезное дело из серии. Красный, подчеркнутое, это мне нравится одно слово. Красный, линии, это мне нравится целая фраза и так далее. Ну, это, в общем, это не так важно сейчас. Сейчас я работаю просто одной гелевой ручкой, ставлю в текст, помещаю в текст закладки по цвету. Ну, например, я понимаю, что вот в этой книге, например, голубым я буду выделять цитаты, которые мне понравились, фиолетовым, которые особенно понравились, и желтым, там, не знаю, условно, то, к чему я хочу в дальнейшем вернуться, или там свои любимые главы. Плюс у меня есть еще система подчеркивания, я уже сказала, и дополнительное еще расположение закладок на листе. Если вот мы представим себе эту книгу, со стороны среза просто цитаты, а сверху, с верхнего среза закладки знаменуют то, что мне понравилось, либо целая глава, либо большой фрагмент текста. Следующий пункт — это экранизации. Они тоже помогают разобраться в системе образов, во взаимоотношениях между героями, ну и, в принципе, готовят нас к тому, что вот мы сейчас познакомимся с вами с характерами героев, и в течение всего фильма они, в общем, появляются, и в течение книги тоже они будут нам знакомы, возможно, даже визуальный образ позволит нам лучше понять произведение. Однако экранизация — это не значит авторский стиль. Важно понять не только содержание текста, не только количество героев и взаимоотношений между ними, но самое важное — авторский стиль, авторские комментарии, авторские ответы на сложные там вопросы, то есть на проблемы какие-то важные в литературе, интерпретация вечных образов и так далее. Так что экранизация не равно авторский стиль, и с авторским стилем зачастую лучше познакомиться либо после того, как посмотрели экранизацию, чтобы лучше понять текст, либо до, чтобы не испортить себе впечатление. То есть нам, условно говоря, может бесконечно сильно нравиться Воланд из новой экранизации, или, предположим, совершенно не нравится образ, там, не знаю, Онегина и Ленского в новой экранизации Онегина и Ленского, но в любом случае авторский текст позволит нам узнать больше о героев, и, в принципе, для чего мы это все и делаем на ЕГЭ по литературе, зачем читать эти большие тексты, и почему я говорю сейчас о том, как их именно читать. Нам важно вычленить не только сюжет, но и авторское видение, особенности создания героев, потому что написанное слово, оно никогда, скажем так, не равно все-таки слову, условно говоря, показанному. Поэтому я бы советовала вам, во-первых, смотреть советские экранизации, потому что они ближе всего к тексту, и в то же время не забывать о том, что текст все-таки первостепенен, и его тоже нужно читать. Ну, а, соответственно, предыдущие примеры, как работы с большими текстами, они вам в этом помогут. Спасибо вам большое за внимание. Оно, конечно, длилось не 10 часов, за которые, например, вы могли бы, наверное, прочитать Обломова, или не 30 часов, за которые вы могли бы прочитать «Войну и мир». Кстати говоря, я прочитала «Войну и мир» за месяц, читая каждый день по 10-15 глав примерно. Спасибо за то, что посмотрели, за то, что нашли в себе силы это сделать, и я вам желаю всего самого замечательного, чтобы ваш опыт чтения больших произведений, любых произведений, и в том числе и больших, был не мемом, как «Война и мир» и «Тихий Дон», а самым настоящим удовольствием. Продолжение следует...